Туризм, как важная отрасль экономики, пока не является эффективной. В чем большое упущение, в частности, правительства и акиматов. Уют, комфорт, национальный колорит, красивая природа и качественный сервис. Все эти нюансы, отправляясь на отдых, всегда ищет каждая казахстанская семья. Найти это можно в Алматинской области, которая сейчас переживает туристический бум и расцвет. Здесь много мест притяжения. Одно из них – горнолыжный курорт Ой-Карагай. В приоритете здесь расширение, и тут предприниматели работают по принципу – они находят инвесторов, привлекают средства, а от государства ждут инфраструктуру – газ, воду и электричество. Однако на деле не все так гладко и отнюдь не быстро. Государство участвует в развитии и расширении самого курорта, вкладывая сюда какие-то средства, привлекая инвесторов или же помогая вам с инфраструктурой? Курорт развивается исключительно на частные деньги и инвестиции главного собственника и еще нескольких собственников курорта. Курорт никогда не брал дотации от государства. Ни субсидий, ничего? Нет, ничего. И работает на то, что сам зарабатывает. Сейчас у вас идет расширение. Здесь без помощи государства тоже обходитесь или уже нужна? Да, у нас сейчас действительно идет масштабное расширение новой локации Актаз. Нам необходимо внимание от государства в плане обеспечения электроэнергией, потому что без помощи будет невозможно расширение и развитие строительства других этапов. Электроснабжение нужно для расширения новой локации, да? Уже связь налажена? Какие-то переговоры были? У нас налажена связь с местными исполнителями органами, властями, акиматом города и области. Мы работаем, но ждем определенной помощи по обеспечению электроэнергии. Четкого ответа еще не получили? В работе. Во что упирается именно проблема обеспечения инфраструктуры на туристических зонах, в частности, вот Ойкарагай? Что касается Ойкарагай, вообще Ойкарагай на данный момент, как я понимаю, они уже свои ресурсы иссякли, именно что касается электричества. Работа в этом направлении, как у нас сейчас идет, акимат в этом плане насчет проблемы в курсе. У нас не раз проходили совещания, встречи с руководством Ойкарагай, горного курорта, также с представительством заместителя Акима. И на данный момент сейчас переговоры идут. Была разработана проектно-сметная документация по поводу проведения электричества, но у нас сейчас находится на стадии утверждения. То есть этот вопрос сейчас прорабатывается, изучается, как этот вопрос можно решить и как его далее продвигать. На данный момент сейчас работа только на стадии переговоров идет. Сколько уже длится вот эта вот стадия утверждения, согласования, переговоров? Согласования переговоров. С начала года уже Ойкарагай обращались, и этот вопрос как бы маленькими шажочками, но он двигается. Ну, надежду они дают или гарантия, что это все-таки будет действительно, но надо подождать? Вообще, так как мы госорган, и к нам обратился частный бизнес за помощью, конечно, этот вопрос будет прорабатываться и доводиться до конца. Но четкие сроки, так как я сама не имею прямой компетенции по этому вопросу, не смогу сказать. Но я знаю и думаю, что этот вопрос решится, но для этого нужно время. Отдохнуть на курорте считается бюджетным вариантом, однако кому-то релакс здесь и ударит по карманам. Добраться до курорта проблем не составляет, благо сюда хорошая дорога есть. Приехать можно как на личном авто или такси, так и на маршрутном автобусе из Алматы. Правда, сами представители Ойкарагая считают, что существующей маршрутки недостаточно. Спрос гораздо выше предложения. Здравствуйте. Вы как добрались сюда, на автобусе или на собственном автобусе? Да, на 210-м. Из города? Да. Как оцените вообще дорогу, сколько ехать, может быть? Час с небольшим. В принципе, комфортно, все хорошо. Главное, что недорого, и автобус можно отследить, сесть на него, не ожидать долго. А часто он из города можно уехать или он один раз привозит сюда яд? Нет, он каждые полчаса где-то ходит. Интервал нормальный? Да, нормально. А цена какая? 120 тенге. А, ну, это ничего. Как городской, да. А периодичность автобуса достаточная? Интервал? Или все-таки лучше бы побольше ездить? Периодичность, да, конечно, желательно, если бы была она побольше. Сейчас это 4 автобуса функционирует. Если пробок нет, в принципе, доезжает очень быстро. А если пробки, то можно устраивать надолго. По инфраструктуре, мобильной связи, что здесь вообще есть минусы, проблемы? Нет, у нас огромная команда айтишников, которые все следят за этим. Она есть как в нижней части курорта, так и в верхней они находятся, поэтому они коммуницируют с друг другом и все налаживают быстро. Каждый год вообще увеличивается поток наших гостей. За 2021-2022 у нас было 400 тысяч гостей. В этом году с 2023 по 2024 у нас 660 тысяч гостей было. То есть каждый раз увеличивается. И вот как раз-таки Актаз поможет нам добить до миллиона, расширение территории, поможет вам добиться увеличения гостей. Большая часть казахстанцев, да? Или иностранцы половину составляют? Ну, наверное, 50 на 50. Что сегодня по словам семейный и экотуризм вы подразумеваете и что для этого делаете для туристов? Ну, основной акцент у нас, верно вы сказали, это семейный отдых. То есть мы направлены на то, чтобы казахстанцы семьями приезжали, отдыхали. Для этого мы создаем здесь условия уюта, так сказать, да? Что это родные края какие-то, родные места. В части экологичности все концепции наших зданий рассчитаны из материалов дерева, камень. То есть это то, что дает нам, так сказать, природа и то, что близко именно местным жителям. Вот. Также у нас мы сильно развиваем пешие прогулки, развиваем конные прогулки. У нас своя конная ферма. Вот. И в дальнейшем собираемся двигаться именно в этом направлении. Делаете ли акцент на колорит местный, да? Алматинский, вообще казахстанский в архитектуре, в каких-то видах отдыха? Под словом эко внедряете ли вы вот это вышеперечислено? Да, конечно, безусловно. У нас на сегодняшний день построено и работает ресторан Акаул. Это одна из самых больших юрт. То есть она в виде юрты. И именно местный колорит, так сказать, и национальные какие-то традиции, они у нас, стараемся их реализовывать во всех наших объектах. Мне, если приезжают знакомые там коллеги из зарубежья, мы стабильно их тащим кататься на лошадях. И не в городе, а куда-то именно вот с выездом или в горы, или в степи. Потому что, ну, это душа. И нет ничего лучше, чем когда ты мчишься по степи, по вот этому раздолью, по тюльпанам, верхом на лошади, галопом. Возвращаются с гораздо большими эмоциями, чем когда их просто катаешь по городу и говоришь, ну, вот у нас музей. А музей, ну, как везде музей. После того, как прокатил на лошади, там столько эмоций. Колорит кожи ощутил, да? Да. Ну, и мало где можно вот так вот природу прям потрогать. Поэтому, если приезжают с той же Европы, ну, они обычно просто как дети радуются. У нас большинство приезжает иностранцев. Арабы приезжают, индусы приезжают. Ну, они все вежливые, все хорошие, все добрые. Иногда чаевые оставляют. А как вы с ними общаетесь? Английский подтягиваете, знаете? Да, у меня есть немножечко английский. Я его прекрасно. Ну, не прекрасно, но знаю. А до того, как вы сюда пришли, работаете, знали английский? Нет. Я здесь научилась вместе с ними, разговаривая с ними. А в среду погрузились, да, с Анастасией? Да, конечно. И как? Успехи получаются? Понимают вас? Вы их понимаете? Да. По крайней мере, у меня хорошо получается. Как вы здесь работаете в связке с государством, может быть, по привлечению туристов? Какая помощь вам сейчас идет? Да, в этом плане у нас на сегодняшний день уже заключен инвестконтракт с государством. То есть это преференции в части оборудования иностранного. Потому что у нас здесь работает очень много иностранных компаний. Основные – это канатные дороги сами, это производство Австрии, Допельмайер, компания. Вот здесь у нас таможенные преференции от государства. И также мы сейчас работаем с государством в части развития инфраструктуры здесь. Это именно подведение электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения. Это у нас заключение, соглашение об инвестиции. Мы сейчас пытаемся выйти именно на такой режим работы, что инвестор вкладывает деньги именно в развитие туризма, а государство способствует тем, что подводит нам необходимую инфраструктуру.